Всё. Всем привет. Сегодня суббота, так что все люди отдыхают. Нормальные люди отдыхают. Они нормальные, как мы, да? Работаем. Но тема другая. Сегодня у нас погода. Это мы сейчас едем со мной работать. Это деревня. Пока я тут, как говорится, с вами разговариваю, общаюсь, вы можете смотреть, как мы едем и что мы проезжаем. Погода сегодня прям резко-резко потеплела у нас. Вчера вечером я шла с работы. Тоже было прям тепло. Даже в куртке было очень жарко. Сейчас вообще жарищи. Муж вообще уже с коротким рукавом, что даже куртки сняли. И в кроссовках даже жара. Вот так резко, как говорится, погода нас не подготавливает. Это так вот резко меняется. Ну, тема у меня сегодня... Хочу такое короткое видео снять на тему, почему в Германии так много домов престарелых. Ну, в принципе, во-первых, там, конечно, очень-очень такой хороший сервис в домах престарелых. Это было с начала, как говорится. Наши дома престарелые, там у нас их несколько, они уже вообще 200 лет. Но, естественно, не в таком виде они были. Вот. Был очень-очень хороший сервис. И многие пожилые люди, которые чувствовали себя одиноко, они даже сами просились, потому что там четырехразовое питание, там постоянно ты под присмотром, приходят специальные люди с тобой чем-то занимаются постоянно. У них какие-то посиделки, какие-то игры, воспоминания, фильмы, приходит живая музыка. То есть вот это вот все, все до сих пор существует. Раньше было, я знаю, что еще лучше. Потому что раньше, когда даже я начинала, я уже теперь 16 лет в этой профессии, когда я начинала, было очень много пожилых людей, которые в здравии были, в смысле, с головой все было нормально. И они собирались вот посиделки делать, сидели, очень общались, там вино, и до сих пор там есть у нас такие компании, которые выпивают. Но потом как-то стало в последнее время все-все больше и больше, стало уже таких приходить, которые действительно с деменцией. Ну, в общем, их девать некуда, и дома их невозможно. Многих вообще невозможно за ними дома ухаживать. Это очень-очень сложно. А если ты еще и работаешь, то вообще очень сложно. Поэтому я хотела просто сказать, чтобы вы не думали, что немцы не любят своих родителей, и поэтому они вот в эти дома престарелых их всех отправляют, ну, большинство отправляют. Но это не совсем так. Ну, конечно, не 100%. Есть кто-то любит, есть кто-то не любит. А в основном, во-первых, у нас здесь, мы на пенсию уходим поздно, мы уже сами в возрасте, да. У нас есть бабушка, есть ту лет, и к ней приходит дочка, ей уже 81. Вот представляете, и вот как бы эта дочка за ней бы ухаживала. У бабушки сильная деменция. И поэтому я хочу сказать, что причина не в этом. Просто наоборот, они, люди работают. Надо работать до 66, и выше уже теперь будет у нас. И поэтому они вот отправляют, чтобы они спокойно могли работать. Я вот хотела вот эту вот именно тему открыть, чтобы не думали, что, ну, не любят немцы, нет уважения, нет, нет, нет. Это совсем не так. И даже наоборот, есть некоторые, которые, например, многодетная там мама, мама попала к нам, и каждый день к ней ходят. Утром ходят одни дети, вечером другие. И внуки, и правнуки приходят. То есть есть, например, одна женщина сейчас, в данное время, она приходит утром к мужу, потом уходит в обед домой, вечером опять приходит. То есть в этом плане они очень внимательные. Если у них есть время, то они их навещают довольно часто. Смотрите, как красиво. Это мы едем вот там, где замок. Это мы будем дома. Мы живем под этим замком. А здесь вот в этом поселочке, здесь у нас живут внуки. Вот здесь этот дом не будет видно, в общем, проезжаем мимо внуков. И там туда дальше даже один из внуков у нас работает. Но он живет не здесь, но работает здесь. Ну, в принципе, я надеюсь, что я так немножко понятно сказала. У кого, может, какие-то вопросы будут. Дома престарелых очень дорогие в Германии. Часть платят. Ну, или дети, или они. В общем, в основном старики живут, работают, покупают дома. Потом эти дома продают. И за эти деньги живут в наших домах престарелых. Потому что это очень-очень дорого. Очень-очень, я говорю всегда часто. Моя муж говорит, ты все время говоришь слишком много, очень-очень. Ну, вот так вот. Надо переучиваться. Ладно, всего вам доброго. Хорошего вам дня. И нам тоже. Пока. До следующего видео. Выставлю короткое еще видео на эту тему. Что если кому-то интересно, потом можете посмотреть. Где я немножко поподробнее об этом всем рассказываю. Всем пока. Пока.